доброе утро мои дорогие друзья вот что у нас делается видите видите что у нас делается я прочистила дорожку стрельки капают дальше здесь вот не чистила метлой чищу надо наверно приносить уже эту самую лопату из-за дома там из гаража прочистила вон до до серединки серединка такая вроде мокрая вроде как и скользкая с аришкой пообщался она говорит водила мишу в сад идти тяжело очень говорит тяжело где-то скользко где-то мокро я немножко прочистила сейчас пойду думала 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 надо сходить на рынок хлеба купить а с другой стороны посмотрю в окно и совершенно не хочется выходить думаю господи так скользко но посмотрела что плюсовая температура надеюсь что нормально будет достала сапоги но не отдела опять отдела куртку отдела штаны те самые спортивные и ботинки вот потому что если одевать сапоги то конечно надо уже одевать пальто но на улице тепло тихо тихо и тепло шмяка всю ночь проспал дома а утром вышел и нету я вот посмотрела по лапкам что выходил на улицу но здесь как снег лежал то это видно было что он вышел на улицу и куда-то пошел налево куда пошел не знаю звала звала не отзывается и не идет но я пошла за хлебом по дороге конечно снимать ничего не буду вся дорога вот такая вот как как вы видите впереди вот пойду куплю батон какой-нибудь хлеба куплю фарш есть надо было может быть котлеты сделать для так надо батон вот да и кофе не с чем пить сегодня была одна плюшка это черство пришлось ее поджарить вот начинаются муки на мои руки вот с таким вот с такой вот дорогой страшная страшная дорога очень боюсь такой дороги очень боюсь когда становится скользко если подлежал снежок морозненько так было ну и все нет же это же будет вот такое месиво еще неизвестно сколько такое будет но хорошо хоть с неба не сыпется так что льется стрихи стрихи текут видите все дома засыпаны все дома засыпаны очень много снега вчера выпало очень и все вот это вот сплошное месиво сходила на рынок купила хлеба много купила хлеба это мне надолго но я решила что лучше я куплю и положу в морозилку а потом когда мне надо будет кусочку буду доставать а будет погода нормальная что под ногами можно будет идти так да тогда схожу свеженького куплю на рынке людей совсем нету ларьки закрытые странно только хлеб работает и яйца вот не рудаковский никакой кстати рудаковский работает не знаю что это мне ариша там рассказывала что закрыли его вообще пришла еще немножко почистила вот так вот дорожку к этому беседки потому что там подсилка для шмяка думаю может будет прятаться кто его знает где он сейчас пришла позвала позвала обычно он меня встречает а сегодня не гу-гу нету я че-то покашливать начала достала вон кефир думала буду печь блины раз никуда не пойду значит буду печь блины место хлеба место булки место место всего вот блинчиков напеку да и все сколько у меня стоит у меня еще много я же детям напекла отдала все блинчики чтобы они пришли быстренько покушали лежат гирлянды я теперь как встаю включаю гирлянду сначала лежали маленькие теперь достала вот эти красные ореша говорит в этом году написано что красное нельзя золотое нельзя блестящее нельзя я говорю так а какое можно я говорю мне вот нравится вот эти вот красные такое вот прямо настроение поднимают надо сварить теперь кофе а на улице а на улице так тепло даже не верится что всего лишь два градуса там наверно стало больше дорога правда такая неприятная тяжелая скажем так дорога потому что она не все не весь снег растаял он так а вот где-то ой ё-моё ударилась ударилась и по столу рассыпалась так много-много кофе но я его мыло так что можно можно кофе собрать но остальное ладно потом потом уберу такое вся дорога такая горбылями так а что мне тут отклеилось что-то кофе у меня вот в такой вот коробочке жить зря не купила несколько штук очень удобно можно было сюда и сахар насыпать такую коробочку и может быть орехи в общем сидела я сидела дома и думала не пойду я никуда напеку я блинов и все и буду смотреть телевизор голова тем более у меня разболелась видно давление такое ощущение было что у меня давление поднялось потому что болел затылок выпила таблетки полежала полежала у телевизора посмотрела без обмана там сегодня про про порошки про порошки рассказывали про стиральные про шампуни девушка тоже одна рассказывала говорит вот купила дорогой такой шампунь что будет очень хорошо волосы будут про помыла и говорит и волосы к лаками вываливаются может у меня какого-то шампуня такое что стали волосы сечься сейчас уже меньше потому что по отсеклись уже так сейчас я достану кружку и вы вытрясу с руки сегодня хочу вот в новогодний что-то у меня такое вот настроение какое-то при новогодние так я еще не все сделала что я хотела не все купила все вот думала ну вот хорошая дорога нормально колеса тянуть потому что сумку теперь которую на колесах у меня красная ее будешь вести и колеса будут прилипать и налипать будет очень будет плохо тащить ее вот аришка сегодня надо утром разговаривали она мне говорит идешь везла мишку говорит удобней чтобы быстрее с ним идти отвезти его в сад да и все вот колеса прилипают и вообще очень тяжело тащить вот так что не знаю как это будет как это будет но мороза у нас нету и сейчас шла мимо тани от они привезли брикет она же топится у нее же паровое отопление на газ не подключала я хожу без шапки естественно так вот волосы такие сразу приходишь с улицы а влажно во все стороны во все стороны смотрит ну но сегодня очень тепло но так тепло и она одна убирает этот брикет сын наверное на заработках где-то так бы пришел наверно подобрал со своим мужчиной они разошлись я говорю вот зря ты таня наверно с ним отправила его не говорит не лучше я сама уберу но вообще она такая молодец вот 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 чтоб не сглазить сильная такая женщина сильная все сама водопроводами нету отопление у него газового нету баллоны привозят эти самые почему не делала не знаю есть все таки работает и пенсия уже есть чего-то не захотела я бы тоже наверно не сделала если б не ирина моя не сказала делай делай газовую эту трубу газовую трубу кладут и и бесплатно только заплатишь вот за все что ты в доме сделаешь а я тоже говорила ой денег нету что это за что это делать это же все так дорого этот проект надо один проект надо в доме второй проект на улице надо и я тоже вот так вот не отнекивалась отнекивалась она она мне говорит делай ну и потихоньку за три месяца один месяц это дрова второе месяц другое ну вот сделала сделала и теперь только все время вот как начинается вот эти вот холода и надо только включить кнопочку кстати надо сделать меньше отопления чтоб меньше сейчас платить потому что очень тепло в доме так нагрелась я утром просыпаюсь так уже просыпалась и встаешь одеваться прямо что-то прохладно уже надо потом надо подтапливать а тут тепло очень на улице тепло тихо ветра нет такая чудесная погода если пищу не вот это вот не мокрота вот это вообще было вообще мило было вот а мне послезавтра надо ехать будет волберис мы стане постояли постояла с ней поговорили она говорит завтра обещают опять снегопад так что вот так вот на улице очень мокрого автобус я как шла в мимо остановок в автобус не залезть если пона останавливался возле бордюра подъехал бордюру то с бордюра раз и ступил а они же останавливаются попробуй ты вот это вот перескочи но везде там то самое не знаю чего сегодня не по выходили уже снег еще утром закончился часов в пять его уже не было и он уже таял он и шел шел и таял так ну ты кофе мой ты скоро сваришься сейчас покажу что я купила а я же не пошла помогу по базару ходить думаю мне что-то надо но вроде бы и не надо я и не брала сумку на колесах так взяла мешочек маленький так все готово сейчас мы с вами переключимся переключимся туда кофеёк сварился кофеёк сварился немного не целую кружку я за столько не хочу я хочу немножко сейчас покажу что что купила очень почему-то хотелось мне вот этой булки так быстро разбирают и она очень мало привозит ну сейчас я посмотрю когда он разобью свою тарелку свою тарелку елку так срок годности четверо суток двадцать шестого двадцать шестого а сегодня двадцать восьмое ей уже два дня интересно а почему ей два дня у них когда приходишь чуть попозже их уже нету до тридцатого срок годности сегодня двадцать восьмое Ну, за три дня я ее съем. Взяла черный хлеб. В морозилку положу, потому что этот до второго числа, до второго декабря должен быть свежий. Но он действительно, этот вот свеженький-свеженький. Положу в морозилку. Вот в прошлый раз положила и сколько раз варила суп какой-то. По кусочку доставала. Сейчас у меня не надо, мне нечего есть с хлебом совершенно. Совершенно. Если я делаю котлеты, то я не ем с хлебом. Так, и взяла пол батона. Думаю, тоже положу в морозилку. Это буду есть, а это двадцать восьмого до второго годен. Ну, так как он будет в морозилке, то он будет годен дольше, правда? Раньше никогда. Спасибо вам, мои дорогие, что вы мне подсказали. Я никогда не хранила хлеб. Ни хлеб, ни батон, ничего не хранила в этом самом морозилке. Я покупала только что-то одно, чтобы не было попить кофе утром. С чем. И все. Ну, я съедала за... Ну, не за один день, конечно. Если у меня там потом на котлеты куда-то или бутерброд какой. Вот, надо, наверное, яиц наварить. И сделать бутерброды. Точно. Майонез есть, яйца есть, чеснок есть. Так. А что это я? Нет, за самое нож не взяла. А может, это ломать можно так? Вот. Что-то я вам еще хотела рассказать. В общем-то, рассказывать особенно нечего. Новостей никаких, ничего интересного. Единственное, что утром сегодня посмотрела в Инстаграме. И в Витебск показывали. Девчонки, которые вот снимают видео в Витебске. У нас на Суворово. Там какие-то кафе поукрасили так красиво. Уже елками, ветками, гирляндами. И вообще красота неописуемая. Очень хочется туда пройти. Но сегодня я, конечно, уже не пойду. Сегодня у меня уже нет настроения. Да надо посмотреть там. В 12 начинается сериал, который я смотрю. Он в 12, потом перерыв, потом опять. Вот, что там будет дальше. Интересно, он такой длинный-длинный. На той неделе шел, и на этой. Вот. Так. Ну что, я не достала ни масла, ни сыр. Ничего не хочу. Вот хочу просто свежий булочки. Свежая она. Потому что, видно, вот идешь по холоду, и она как-то уже такая. Вот. И там очень-очень красиво. Елку еще не поставили. Как там по телевизору говорят, что вот уже, вот уже, вот, 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 вот. Она уже готова. Нет, она не готова. Там ее еще собирают. В новостях это говорят. Что у нас в Витебске самая высокая елка будет 33 метра. Ну, какая разница. 33 она будет или 23. Тем более она далеко. Там надо далеко ехать. А потом надо далеко еще идти до остановки. Если вот такая вот дорога, так совершенно никуда не хочется. Уже или зима была, или вообще растаяло все. Чтобы, главное, скользкости этой не было. Вот. И в городе хотя бы убирали. Если это будут убирать. Я помню, когда-то очень давно, когда я общалась, у меня были друзья из Вильнюса. Вот. А у них дочка в Польше. Я в Польшу к ним ездила. Они меня приглашали. И вот, а я их приглашала к себе. Вот. И Станислава Нарцизовна приехала и говорит, я больше к вам никогда не приеду. Говорит, ну что это? У них я ездила, у них чистота. Снег идет, и тут же это все убирается. Везде асфальт, нигде никакой скользоты, ничего. Ну, ты говорит, у вас вообще не убирается ничего. Я по такой дороге, говорит, не могу ходить. Она в то время была старше меня. Я не знаю, не помню, сколько ей лет было, но я тогда, я тогда, я тогда, я тогда девчонка еще совсем была. Я работала в магазине, да, в фотомагазине я работала. Мне было лет, наверное, лет 20 тогда. А она уже такая женщина была в возрасте. Я думаю, что ее, наверное, уже давно нет. Но я и после того, как мы перестали особенно общаться, ну вот, я потеряла адрес, и все. Больше я туда не ездила. А так, несколько раз ездила туда и к дочке в Польшу ездила. И в Польшу, когда тоже приехали, там тоже идеальная чистота, идеальная. Ну, у нас тоже чисто, у нас тоже красивый город, но это только летом. А когда начинается зима, ну, во-первых, мы живем тут в частном секторе, тут в городе там где-то что-то чистится, но не везде. Я вспоминаю в прошлом году, как я ездила, надо вот, допустим, в Фикс Прайс вот уже проехать. Из автобуса не выйдите на остановке. Не выйдите. Все это, как куча эти, как завалила, так оно там, там все это лежит. Ну что, мой кофеер. Я уже не хочу при вас есть. Немножко вот поговорим на этом. И на этом все. Там коротенькое такое видео сделаю, чтобы оно было. Да, девочки. Вот так вот, если зимой, так и некуда. Вроде бы и хочу. С другой стороны посмотришь, вот так в окно и думаешь, там и такое месиво, такая скользота. А в старом возрасте уже падать очень страшно. Вон какала. В позапрошлом году она упала. Сломала ногу. Сколько дома сидела, лежала. Так она у нее, она живет у нее сын с невесткой и с внуком. И хлебушка принесут, и супчик сварят. А мне-то некому. Не дай бог вот это вот. Вот так вот. Такие вот, девочки, у нас погодные условия. Ну, начинается фитнес, да? Начинается фитнес. Начинаем. Снег мокрый, сплошная вода, и начинается работа на улице. Васять никак не дозвоню с чего-то. Он там говорил в прошлый раз, говорит, некогда ездить. Дрова привез, надо колоть, надо печки топить. Это ж не тут. Кнопочку включил. Ну, а тут звоню, звоню, пытаюсь позвонить. Не отвечает. Не отвечает, видно, все время там занят дровами. А телефон он с собой не носит и никогда не пересматривает, что звонили. Когда звонюсь, говорит, я говорю, как ты там, жив, здоров? Он говорит, не дождетесь. Я говорю, ну так я и не жду. Я жду, что ты приезжаешь же, наверное, в город за продуктами, потому что у них там одна лавка только такая, что кое-что есть, кое-что нет. В город приедет, продукты какие-то купит. Как в деревне, короче. Ладно, мои хорошие, ничем я вас не порадовала, ничего интересного вам не сказала. Кто-то сейчас напишет, нудно было, неинтересно, но уж извините. Я думаю, что кто в моем возрасте тоже сейчас думает, ой, совершенно в такую погоду неохота. В молодости это совершенно по-другому относился к такой погоде, даже и не думал. Девочки, то в кинотеатре работало. Это каблуки, танкетки, вот такие вот огромные. Тогда же это было все модно. Это потом вот у нас мы опустились на эту манку, на эту платформу такую вот, не это самое, ну, некрасивую, скажем так, обыкновенную. А тогда шуба, волосы распущены, никакие там заколки, ничего. И мороза не боялись. Как хорошо быть молодым? Как хорошо быть молодым? Ну, с одной стороны, хорошо сейчас не работать, но не работаешь и денег мало. Пенсии, конечно, это... Пенсии это что? Копейки. Потому что такая работа была. Если кто-нибудь говорил раньше, что вот работайте там, работайте там, там больше пенсия будет. А так работал там, где нравилось. Мне моя работа нравилась. Я очень любила свою работу. И в магазине, и в кинотеатре, и в кафе. Поэтому я не думала о том, что какая будет пенсия. А кинотеатр, это же хозрасчетная организация. Поэтому такая и пенсия. Ладно, мои хорошие. Буду я пить кофеек. Он уже остыл. Съем кусочек булочки. А что я буду делать потом? А потом я, наверное, буду блины печь. Но не сейчас, чуть попозже. Потому что сейчас я уже, так скажем, кушать не буду хотеть. Ну, а это все остальное положу в морозилку. Положу в морозилку. Вот так. Всем хорошего настроения, несмотря на плохую погоду. У кого-то, наверное, уже давно снег идет. А у нас вот только сейчас. Все-таки осень у нас была замечательная. Замечательная. Пусть бы у нас всегда тепло было. Хотя говорят, что это очень плохо. Что у нас так не по графику так тепло. Что все тает кругом. И это очень-очень плохо. Сейчас вот думают, что это делать с этой погодой. Чтоб зима была зимой. Все, мои хорошие. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Если вам интересно, конечно. Ну, а так. Как есть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok